Дорогие, всем привет и спасибо, что зашли на канал «Недвижимость Южной Каролины». Я Таня из Южной Каролины, брокер по недвижимости, и готова вам сегодня показать вот этот прекрасный дом, который еще все из нас могут себе позволить. Номер один. Я нахожусь недалеко от своего дома, в хорошем районе, и вот этот прекрасный дом не имеет HOA, а это значит, никаких restrictions здесь нету, и можешь делать все, что захочет твоя душа. На самом деле, этот дом был построен в 2000 году. Имеет три комнаты, два туалета, а также здесь очень хороший участок. Но что самое главное, то, что он стоит всего-навсего 289 тысяч долларов. Посмотрите, пожалуйста, на этот участок. Сынок, покажи, пожалуйста, дома вокруг. Посмотри, что здесь можно делать. Здесь люди делают все, что хотят в своих прекрасных домах. На самом деле, на самом деле здесь очень хороший тротуар. Как вы видите, можно заехать и поставить очень много машин. Что хорошо, что этот дом имеет гараж на две машины. Это также большой плюс. Я считаю, что этот дом идет очень быстро. Так что, если вас заинтересовала недвижимость в Южной Каролине, в городе Эндерсон, сегодня я нахожусь в прекрасной локации, с хорошими школами, пожалуйста, обращайтесь по телефону. 864-747-5561. И я рада буду вам помочь. А сейчас давайте начинаем видеотург об этом доме. Почтите вместе со мной. Обратите внимание, дом не новый, 2000 года. Крыша там у нас оригинальная, скажу так, еще держится, пока не падает. Гаражные дверки, пластик, это сайдинг, потом вот все оригинальные светильники. Все еще в этом доме стоит и хорошо работает. Нужно косметически, может быть, сделать некоторые ремонтики или помыть дом снаружи. Хотя я считаю, что его даже не хорошо... То есть, хотя я считаю, что его хорошо помыли перед продажей. Вот это окошко, я вам расскажу и покажу. Именно это окошко, это кухня. Мы сможем забрать джалиди и смотреть на трафик, который здесь происходит, чтобы мыть нашу посуду. Как мне нравится это крыльцо. Я знаю, что многие из нас жили в таких домах, имеют такие дома. И скажу вам, что они самые удобные. Обратите внимание на лампу. Как я говорила, что она еще работает, но просто вот некоторые пластмасски уже подпадали. Здесь чуть-чуть шумная дорога, так как я говорила раньше вам, что если вы хотите жить без restrictions, без разных правил, мы всегда будем... Наш дом всегда будет стоять на одну из проезжих частей дороги. А сейчас зайдем и посмотрим, что же они здесь нам хотят предложить за 289 тысяч долларов. Открываю я двери. Честно сказать, вот, включился здесь свет. А как же я вот здесь включить еще? Ладно, начнем мы обзор этого прекрасного дома, который, я считаю, оценен правильной ценой. Именно с этой части дома. А как вы видите, это кухня. Так, посмотрите, пожалуйста, на холодильник, который был выпущен еще много лет назад. Прикольно, напоминает мне Украину. Фирма Вирпл еще до сих пор работает. А это значит, они держатся. Молодцы. Так, откроем. Ну, здесь, как вы видите, люди уже не живут, хотя некоторая мебель еще стоит. Холодильник грязный, хотите оставим, хотите уберем. Можно привезти также в гараж. Посмотрите, пожалуйста, на кабинеты кухонные. Дерево неплохое. Если вам не нравится этот натуральный цвет, всегда можно перекрасить. Здесь у нас такое интересное, именно качество и даже цвет. Не только качество, а цвет вот этот зелененько-голубой. Это тирсоплота. Но, как вы видите, здесь неплохие кабинетки. Такие хорошие такие, выдвижные шухлядки. Опять же, у нас appliances. Одни из дешевых. Вытяжка, кстати, есть, ребята. Микроволновки здесь нету. Если вы захотели бы микроволновку, нужно ставить ее где-то вот в ту часть именно. Так, вытяжка у нас есть. Кабинеты кухни нас хватает. Вы знаете, мне на самом деле нравится расположение этой кухни. Посмотрите, пожалуйста, на попкорн. На потолки, где сделаны такие кружочки, которые прицеплены к потолку. Это называется попкорн. Про это окно я уже вам говорила. И вот оно здесь. Открываем и смотрим на наших, на людей, которые проезжают. Вы знаете, хотя я думала, что здесь раковина стоит, но она вот там. На самом деле, эти кабинеты хорошей высоты. Их очень много. О, вау, посмотрите, еще такие кабинеты я не видела. Именно смотрятся как две разные, но они соединены. Я открываю, я думаю, почему оно не открывается. Я вот это держу здесь. Вот, прикольно, что они все такие. Давайте посмотрим это. Тоже. Интересное решение, да? Винт кружки еще здесь есть, но вот еды в холодильнике нету. Не знаю, как они здесь живут. Скорее всего, перебираются. Ребята, на самом деле, если вы ищете запарковать свой тракт, здесь все рядышком. Заправки, школы, озеро. Даже пять минут отсюда можно порыбачить. Мы туда часто ездим. Помнишь, что мы с тобой ездили на озеро рыбачить здесь рядышком с нашим домом? Мне очень нравится этот район, потому что здесь хорошие школы. Как я сказала, все продуктовые магазины рядышком. Показал ты всю кухню сверху, снизу. Дорогие, смотрите, здесь у нас будет такой кабинет для шкафчиков, для каких-то вещей. А вот именно эта зона, эта зона, сушка-стирка, тоже интересно. Раньше в домах вот этой постройки сделали так. Хотя здесь не маленький скверфит. Вы знаете, здесь скверфит, как я вам сказала, стоит еще шестьсот. Стол стоит здесь, чуть неудобно, но... Ну, так как есть, так как есть. Но если бы вы хотели приобрести этот дом, здесь можно сделать крутой ремонт. Скажем так, добавить такой айленд здесь еще и забрать стол. Посмотрите, пожалуйста, на гараж, который также рядышком. Заходите в гараж. Что там сейчас? Ой, в гараже очень много вещей. Окей, окей, выходи. Видно здесь или старые люди живут, или жили, но что-то решили продать дом. На самом деле, такие дома без restrictions, без разных правил выходят очень редко в хороших районах. Обычно они есть, но не в сильно благоприятных районах. Здесь вы видите pantry. Сейчас, как я вам говорю, показала гараж. Здесь pantry. Здесь у нас кладовка для... То есть, здесь у нас именно сушка-стирка и две кладовочки. Давайте пойдем дальше. Обратите внимание на потолки. Как вам? Нравятся такие потолки, которые идут чуть-чуть вверх, а потом опять вниз? Они придают как бы больше, большую пространство в этой комнате. На самом деле, эта комната не маленькая. Старалась я включить свет и не могу. Еще раз попробую. Не могу, не знаю, как здесь включать свет. Хотя он должен работать. На самом деле, если бы мы забрали все эти жалюзи из этого дома, дом бы был очень... Эта комната была бы очень светлая. Так как мы уже находимся именно в этом зале, как вы видите, здесь еще один стол стоит. Какая интересная мебель. Она качественная. Видите, как люди делают? Купили, просидели, пожили и даже к нему не сняли. Кому-то продадут уже чистенькие новенькие, если будут продавать это все. Интересная мучка, кстати, с таким золотом. Ну, знаете, пока откроется эту дверь, можно перевернуть эту пункту на себя. Давайте мы зайдем в спальню, которая находится вот рядышком с нами. Спальня неплохая, так как уже есть здесь два окна, а это продает большой свет. Как вы думаете, этот дом построен с качественным материалом и с тех же самых, которые строятся сейчас, в этом, в 23-м году? Посмотрите. Дверки у нас открываются, закрываются именно так. Неплохой здесь размер Белл кладовки, где мы можем повесить нашу одежду. Сын, пожалуйста, зайди и покажи эту прекрасную ванную комнату, которая находится между двумя спальнями. Здесь у нас положили плиточку. А как у нас чистая ли ванна? Как вы видите, здесь нет ни гранита. Кабинеты у нас еще с этого года рождения этого домика. осталось пластиковое покрытие, но в хорошем состоянии. Вау, тут так интересно сделано, даже для какой-то кружечки, наверное, вот та, что она в зубную пасту, щетку держит. Вот, света здесь хватает, вытяжка работает. Хорошо, давайте пойдем в вторую спальню. О, вау! А эта спальня мне даже очень нравится. Окна стоят в правильном месте. Высота потолков шикарная. Высокая, вы знаете, девятка точно есть. Интересно в этом доме. Интересно. Все, что не троживается. Все, что не троживается, ладно, не будем трогать. Поставим это обратно. Ладно. На самом деле поставлю обратно. Камера снимает, нужно все правильно делать. Ну стой! Ну стой, пожалуйста! Нет. Интересная тумбочка. Хотела посмотреть, что за рояль не дает. Вот, хорошо. Ой-ой-ой! А у нас тут моя рыбка. Смотри, какая классная статуэтка. Рыба. Это от трав? Да? Окей. Я уже, ребята, чуть и рыбу учу, не только дома. И рыбку изучаю. И пробую. Да. Хорошо. На самом деле, пока мне планировка эта нравится. Давайте пойдем в главный конус. Ну, на самом деле, смотрите, два кульчика поставлю. А здесь нужно ставить диван для 20 людей. Ладно. Вы знаете, неплохая комната. А это у нас хозяйская. Опять же, хорошая высота потолком, как вы видите. Нужно менять попкорн, если вы не любите этого. Карпит только был в других пока спальниках. Здесь у нас положили пол неплохой. Окошко есть. Как вы видите, здесь поместилась неплохого размера постель. Тумбочки. Что же у нас здесь? Ого! А здесь у нас неплохой шкаф для одежды. Посмотрите, для этого дома это шикарный шкаф. И вот вам еще одна ванная. Такая интересная ванная, да, в потолком прям. Кто-то из вас переживал, может быть, что будет стена от жары париться. Нет. Закрыто. Ванная чистая. Скажу вам, не знаю, там кто-то купался или нет. Вот отдельно. Зона для этого. Тут чуть липили для... Крыма для этого, как сказать правильно. Полотенечек. А здесь у нас интересная, интересная обстановка. Почему этот CounterTab выходит намного дальше, чем кабинеты, я не знаю. Кто-то раньше устанавливал. Нужно спросить, почему. Ну, это легко сейчас купить новое, забрать старое и поставить красивое, модное. Что сейчас в этом стиле? Что это у меня какие-то? Пауки ладят. Хорошо. На самом деле, ребята, дом неплохой. Давайте пойдем еще посмотрим на backyard. Ей! Так. Backyard. Вы знаете, раньше была другая технология открытия. Вот она здесь. Постараемся открыть еще раз. Ребята, пробовала я открыть. Не получается. Не хочу поломать. Только сделала свой маникюр. Мы будем ломать. Но я нашла другой выход из этой ситуации. Мы выйдем через половину двери и покажем вам территорию вот этого прекрасного участка. Так что ждите. Пошли. Дорогие, а вы готовы сказать? Привет, свобода. Вот она, эта свобода. Никаких restrictions, никаких правил. Пожалуйста, звоните, пишите, пока этот дом еще на маркете. На самом деле, я не помню, как я сказала, какой год этого дома. Это, наверное, с 2020 года, но это 2000 года дом. И сейчас мы обойдем, посмотрим участок и соседей. Вот это весь участок этого дома. Смотрите. Посмотрите, как живут соседи. Заготовили уже дрова. Пошли сюда дальше. Идем. Вау, как мне нравится эта свобода. На самом деле, ребята, я считаю, что это неплохое вложение. Именно с хорошими школами, в хорошей локации. Близко к магазинам, к озеру, как я говорила. И недалеко от Гринвилла. Так что, если вас заинтересовал вот этот прекрасный участок, скорее всего, заканчивается участок именно вот там, вот из забора. А если нет, сейчас я вам скажу. Майк, покажи, пожалуйста, вот это на камере. Смотри. Здесь вот этот домик. А он идет на самом деле большой-большой участок. Где-то вот до этих заборов, даже чуть дальше. Вот эта вся территория будет ваша. Смотри, что там, и видишь. То, что хочет, то и делает. Ой, там соседи столько собачек имеют. Круто. Супер, супер. Покажи, пожалуйста, дом сзади. Как он смотрится. Крыло. Крылушка там есть, видите. Хорошее накрытие. Там нужно поставить стульчики, как стоят уже. Мне очень нравится. И это хорошая территория. Тут залили бетон, а это очень классно. Здесь также можно или достроить какую-то, скажем, деталь дома, или даже поставить маленький сарайчик уже на бетоне. Дорогие мои зрители, спасибо вам большое за то, что вы досмотрели это видео до конца. Как вам такой дом? Мечта? Мечта? Привет, свобода! На самом деле очень классно. И мне очень нравится. Лично этот домик, я всегда заглядывалась на него, так как я живу отсюда всего-навсего одну миль. И когда я увидела, что этот дом вышел на продажу, я сразу решила сделать видео для вас, дорогие, кто ищет дом без restrictions, со свободой. Так что звоните мне, и я смогу вам помочь приобрести не только этот дом, а и разные другие. Если вас заинтересовала любая недвижимость в нашей прекрасной солнечной Южной Каролине, пожалуйста, обращайтесь ко мне в любое время. И я, Таня, буду рада всегда вам помочь. Спасибо большое, что смотрели меня. И до встречи. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok